Книга «Открытым оком», 25-й том, вопрос 3736, тема покаяния. Давид покаялся в убийстве Урии, а Версавию не оставил. Почему? Ведь потом столько претерпел от нее, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Не оставил, потому что считал, что грех его уже прощен. 2-я царств, 12, 15 и 24. И пошел Нафан в дом свой, и поразил Господь дитя, которое родила жена Урии Давиду, и оно заболело. И утешил Давид Версавию, жену свою, и вошел к ней и спал с нею. И она родила сына, и нарекла ему имя Соломон, и Господь возлюбил его. Претерпел он не от Версавии, а как раз за прежний грех, за убийство Урии. Восстал на него сын Ависсалом. 3-я царств, 9, 6, 7. И так не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии, хитиянина, чтоб она была тебе женою. Так говорит Господь. Про Версавию мало написано, но видно, что Давид очень благоволил к ней, даже почти на смертном одре. 3-я царства, 1, 31. И наклонилась Версавия лицом до земли, и поклонилась царю, и сказала, Доживет господин мой царь Давид вовеки. На громоносных высотах Синая, в светлых облаках, свершилось чудо, был отверст край неба и небесный перст. Писал на каменных досках, аз есмь Господь, иного нет. Так начал Бог в Святой Завет, они же, позабыв Творца, из злато вылили Тельца, в нем, видя Бога своего, толпы скакали вкруг Него. Зывая и рукоплеща, и жертвенник пылал треща, и новый Бог сквозь серый дым мелькал им рогом золотым. Но вот с высот вошел пророк, спустился с камня на песок, и увидал их и разбил свои скрижали, и смутил их появлением своим. Нетерпелив, неукорим, он в гневе сильной рукой кумир с подножья своротил и придавил его пятой, завыл народ пред ним, освободителем своим. Полниц покаялся, а он напомнил им о Боге сил, едином Боге и закон, поруганный восстановил. Но вон и дни и невысок, и мал был золотой божок, и не оставили его лежать в пустыне одного, чтоб вихри, вьющимся столбом, не замели его песком, тайком Израиля сыны, лелея золотые сны, в обетованный край земли его с собою унесли. Субтитры создавал DimaTorzok